В этом году исполняется 10 лет премии «Наши Подмосковья». Сейчас она называется «Мы рядом», но несмотря на смену названия, принцип ее вручения остается неизменным. Она вручается за добрые дела. О лауреатах премии прошлых лет наш следующий сюжет. Об этих людях и их делах стало широко известно ровно 10 лет назад. Именно тогда, в 2013 году, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев учредил премию поощрения граждан, которые проявили неравнодушие активную жизненную позицию, совершили героические и мужественные поступки, бескорыстно пришли на помощь людям, а также преодолели трудные жизненные ситуации, внесли вклад в развитие Московской области. Признание и премия важна, но гораздо важнее то, что каждый следующий год большее количество добрых людей будут заниматься проектами. Я считаю, что ваш пример, ваше личное участие, ваше отношение к жизни является самым ценным. И мы точно обещаем, я точно обещаю, что такие инициативы мы будем поддерживать. В первый же год городской округ Люберцы представил на соискание премии 76 проектов. На следующий их было уже 494. Через год – 1339. А в 2016-м было рекордное число проектов за всю историю премии – 2946. Рекордным стало и количество победителей в Люберцах – 116 человек. Воспитание подростков, подготовка их к армии, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это ребятки из подшколы, это ребятки по тем или иным причинам, оставшиеся без попечения родителей. Это дело всей моей жизни. Я всегда старалась помочь ребятам. И когда это вылилось, уже оформилось какой-то проект, я решила, почему бы и нет. То есть я считаю, что проект достоин того, чтобы получить премию губернатора. В 2017-м году в условиях соискания премии «Наше Подмосковье» произошел ряд изменений. К примеру, каждый участник может представить только один проект. В обязательном порядке в течение двух месяцев презентовать его. После Дня Победы уже дошито еще шесть рядов. То есть к следующему году наше знамя будет продолжать увеличиваться. Люди продолжают приносить своих бойцов и регистрироваться. Нововведения коснулись и главной награды. Победители выбирали не только решением жюри, но и на сайте – народным голосованием. Таким образом, обладателем специального приза в самой объемной категории сообщества, когда в проекте задействовано отстать человек, стало Томилинское знамя Победы. Спасибо вам каждому, потому что в этом знамени чистка каждая Томилинская в семье. В 2018 году люберцы стали вторыми по числу поданных заявок. Из 1888 проектов лауреатами премии «Наша Подмосковья» стали 55 люберецких инициатив. Авторы проекта – общественные деятели, волонтеры, активные жители, писатели и учителя. Мы сняли ряд роликов социально значимых, которые помогают привлечь внимание общественности. Проект «Безопасное будущее», который мы разработали вместе с студентами «РГУТИС». И вся суть заключается в том, чтобы привлечь как можно больше молодежи к тому, что «Безопасное будущее» касается каждого из нас. В 2020-м премия губернатора «Наша Подмосковья» получила новое имя «Мы рядом». В 2021-м церемония награждения прошла в необычном формате. Такие условия продиктовали антиковидные реалии. Главная сцена находилась в Москве. С нее шла прямая трансляция на 51 округ Подмосковья. По количеству наград «Люберцы» стали первыми из 500 лауреатов со всего Подмосковья. Победителями стали 60 «Люберецких» проектов. Там участие в конкурсах приняли 1244 проекта. «Люберцы!» В прошлом году акцент в присуждении премии был сделан на поощрение инициатив, направленных на поддержку специальной военной операции, укрепление территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. Из 120 областных победителей 9 наград завоевали люберчане. Один из них – Виктор Исаев с проектом «Кто, если не мы?». Вручали мне эту премию прошлый год, когда еще я был действующим добровольцем. Хотелось бы, конечно, чтобы таких премий было побольше, потому что все деньги прошлые, что у меня, что у моих товарищей, которым мы вручили, они, конечно, все ушли тут же на фронт. Были закуплены необходимые снаряжения. За время существования премии в городском округе Люберцы было подано 14 466 проектов. Из них 464 стали победителями. В этом году пройдет вручение 11-й премии «Мы рядом». И мы снова ждем новых проектов люберчан, новых добрых дел и, конечно же, новых побед. Луиза Игязарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.